Эй, Гульчатай, а ку-ку? Открой свое личико. О-о-о-о! Вот так делай. Это что такое? Не могу, это... Что за губы ты там пооставляла? Это Боря. Боря, заехал. Ммм, какая хорошая вещь. Пожарю. Покажи сюда. Это Боря. Я ему написала в списке, я сегодня был в городе. Особо ничего не снимал, потому что поехал к врачу съездил и за покупками. Только ради этого и поехал, потому что к врачу был записан на сегодня. Принимает только по средам врач. Я говорю, купи заедь блюда. Нам очень нравятся блюда. Сейчас покажу. Вот такие. Тоже, видишь, с винограденькой. С винограденькой. Да, да. Очень удобная штука, потому что, когда мы садимся кушать, если вы замечали, во-первых, они нормально смотрятся. Во-вторых, когда кладешь, например, сюда картошечку, салатик, огурчик, там, не знаю, рыбку, что-то. Ну да, то есть можно много наложить, это как фурше. То есть ты берешь со стола, очень удобно такие блюда выносить. А я поздоровалась? Привет. Я так же пронзила. Привет. Я просто в таком восторге. Боря привез, я сейчас расскажу, почему. Вот. И мы такие блюда собрали, и у нас штук десяти, да, таких? Да, десяток. На улицу, вот у костра сидишь, огурчик, хлебушек, шашлычок, чашечку поставил, все, вот сел и ты кушаешь, вот у тебя все как бы вместе. Но, эти очень тоненькие, видите? Они очень легко гнутся, вот даже вот где-то, видите, раз, и вмятинка. Ну, такие очень-очень. Но, в любом случае, очень классный, очень эффективный, потому что ты можешь одну тарелку, а не там пять тарелок, где ты что, раскладываешь. Вот для того, что здесь можно соленое, здесь сладкий тортик положить, оно вроде как бы отделенное, не все в куче, и при этом вот одна тарелка всего лишь используется. Аж потом посудомойку поставил, сколько у нас, шесть тарелок, да, и все, а не там восемнадцать тарелок. Мало того, эти удобнее ставить, потому что ты вот так вот все поставил, их много можно поставить. А обычно тарелка, она же изогнутая чашей, и ты уже, получается, вместо, одна тарелка занимает вот столько в кузодомойке, да, а эта занимает, вот видите, сколько, чуть-чуточку. В общем, очень классные штуки. Я говорю, купи. Ну, вот и Боречка пошел на китайку, на китайке мы покупаем блюдо, говорит, есть такие и такие. Значит, это на пару сантиметров меньше, видите. Вот так. Ты, наверное, там, стань, не подходи, оно и так видно сдалека, чтобы туда-сюда не дергать, эта камера. А вот эта, наоборот, больше. Я сначала расстроилась, думаю, ну, нам бы таких, а потом думаю, нет, как раз вот это иногда великовато. Ну, а когда прям очень, там, день рождения, ты еще много накладываешь, классно, вот это как раз хорошо. А когда ты просто кушаешь, например, там, картошка, не знаю, там, огурчик, хлеб, да, там, яйцо какое-то, рыба, мясо. Да, я имею в виду, мало, ну, то есть, не надо такая прям тарелка, чтобы все, размазать ее, ну, тоже не хочется. Хочется что-то компактненькое. Ну, плюс на стол ты выставляешь много, чтобы поменьше место занимали сами тарелки, вот это прям это. Думаю, бери, говорю, сколько есть, 20 таких? Я там в WhatsApp звоню, она еще и сомневается, давай будем рулеткой мерить. Ну, мы померили, да, разницу какая, что. Но здесь же качество, здесь вообще не играет глубже, чем вот это, глубже. Красивее. И как раз комфортно. Прям вообще красота. А эти очень удобно теперь будут выносить, потому что вот эти как раз к костру маловаты. А вот эта, я говорю, вот эта красота. Или иногда хочется у компьютера на втором этаже поесть, да. Или и тоже такие хорошие, во-первых, глубокие, а во-вторых, такие прям, я думала, что эти будут ненадежные, потому что большие, за счет этого вот эта игра. Нет, вот прям совсем тоненькая. А вот здесь хорошие, плотные. Вообще, я такая довольная. Я говорю, Боря, чего ты этих так мало взял? Он все забрал. Девять штук сегодня же, Боря. Девять! Девять. Надо у других поискать вот такие, прям взять. Но я приехал, там конец дня был. Она уже собралась закрывать магазин. А перед... А пока я вышел оттуда, пока мы с тобой разговаривали, все остальные закрылись. Ну вот. Ну, короче, надо будет, мы будем в город скоро ехать. Нужно будет добрать вот таких прям, именно вот этих добрать. Вот таких нет, потому что уже у них десяток их есть. А за счет того, что мы переезжали в Новосибирск, к нам будет много друзей постоянно приезжать, у костра посидеть, все. Вот это незаменимые тарелочки вообще так. Ну, это большие тоже, чтобы 10 хватит нам. Короче, поздравьте нас. Обожаем вот эти вещи. Потому что обычные разносы, квадратные, они тоже удобнее. Иногда удобнее обычными квадратными воспользоваться. Но они ведь теряют очень быстро. Очень быстро ведь теряют. На этом мы и режем на этих разносах. И то есть удобно здесь и торт выставить, например, да, торт выложить красивый. И конфеты можно на стол в ней поставить. Красивое блюдо. И там, не знаю, огурчиков нарезать. И нержавейка. И нержавейка. И легко моется. В общем, довольны. Мы вот такие вещи любим. Так что нужно будет подкупить разных этих. Думали, знаете, какие тарелки раньше взять. Вот эти, что отделенные, ну, как в столовке. Ну, как, знаете, какой-то Пригета. Помните, такие тарелки разделенные вот этими. Ну, мы такие не очень вот эти, чтобы не перее... Как это сказать? Ну, для жильков, например, сюда там супчик, сюда там второе, да, что-то порционное. Но мы для супа красивые такие взяли, вот эти купили. Поэтому нам достаточно любить этих. Танечка, давай я тебя переключу вот туда на вот тот пакет. Да, у нас вот там вот пельмени, вареники. Обычно мы берем вот с вишней, с творогом, с капустой, с картошкой и пельмени. Боречка сейчас, наверное, страчет, да, они тают. Да, 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 ей в морозилку надо. Хорошо. Положили. Разобрали. Поговорили с вами. Поговорили, поговорили. А теперь побыстрее мы пробегаемся. Еда, еда и еще раз еда. Пока, ребята. И порошок. Неужели это быстро с обзором справилось? Что-то не то. Не, не то. Поехали. Обычный стандартный обзор. Какао, который мы берем российское. Грибочки, шампиньончики. Сникерсы. Сгущёночка. Это все привычное. Апельсинки, яблочки, бананчики. Лук. Этот, био-йогурт, лесные ягоды и ананас. Боречка взял. Так, дальше. Сыр твердый. Сметана на масло. Сливки это. Этот майонез. Берем... Ой, майонез, слышишь? Подсолнечное масло на майонез. На майонез. Домашний. Ну, домашний майонез. Берем очищенное. Чай, значит, черный, чай зеленый. Подсели прямо на зеленый чай. Это такая красота. А это с жасмином, да? Да, с жасмином. Вообще, как он у нас пошел? Как я... Я раньше ненавидела зеленый чай. В прямом смысле слова. Я бы не понимала, как люди могут пить зеленый чай. Вообще, как такое возможно? А сейчас из-за того, что зеленый чай, он приравнивается как к жидкости, много его пить. То есть, черный чай не приравнивается к воде. Ну, я не знаю, насколько это правда. Он мочегонный черный, а этот нет. Но Бубновский говорит, что пару чашек зеленого чая это как вот выпить воды практически. С медом особенно. Поэтому на зеленый чай я начала пить. У меня так он зашел. Я прям его хочу пить. Вода от меня поташивает от воды. Вот тошнит меня от воды. Ничего не могу сделать с этим. А зеленый чай могу чашками пить. По литра-два выпиваю зеленого чая в день. Ну, и помимо еще такую воду иногда пью. Плюс там какой-то сок, компот. В общем, ну, так вот. Поэтому покупаем зеленый чай. Огурчиков Боря взял. Так захотелось огурцов. Я стала бы женину домашнюю делать. А она суховатая. И вот просто на бутерброд. Ну, так хочется огурцов. Я говорю, Боря, возьми пару огурчиков домой. Мы прям их особо не покупаем. Так на праздник, может, на Новый год. Да, покупали на Новый год огурчики, помидоры. Потому что понимаем, как их выращивать. Но так просто захотелось. Ну, тут взял 4 штучки. Умнем. И снова на полгода до нового урожая, так сказать. И косички захотелось попробовать. Сыр косичка не копченный. Вот, взял кусочек косички. Посмотрим, пойдет, не пойдет она нам. Чесночок. Красная икра. Без скидки была. Со скидкой. Поэтому я взял 2 баночки. 256 со скидкой. А так 420 без скидки. Ну, надо было еще взять 2. Ну, поедем в следующий раз в город. Знаешь, не всегда она есть. Но любим мы красную икру. Прям... Ложками. Не всегда она есть. Дорогое удовольствие, чтобы ложками ее есть. Но вот так вот умять балочку на семью, по пару бутербродиков, вообще красота. Несмотря на то, что баночка справляется маленькой, бутербродов из нее выходит очень много. Ну, правильно. Чайная ложка на одного. Ложками. Ложками. Ну, я не люблю, когда много икры. Вот может кто-то сказать, ой, да что там на один бутерброд. Ну, извините. Когда она слишком насыщенная и соленая, фу, мне противно. И это жирно очень. Ну, как бы все. Мы бутерброд обычно делаем так. Белый хлеб обязательно. Кладем банку. Между... На этот и сверху вторым. Потом этот масло сливочное. Тоненький такой тоже слой, чтобы не сильно жирно было. И, значит, икрымки так, чтобы между ними... Трехугольничком. Одно сверху. Не перестал. Одно сверху и две по бокам, внизу, по углам. Ну, еще в серединку положить одну. Четыре штучки. На 20 бутербродов нам хватает балловки на 50. Супер хитко. Не, я имею в виду по ложечке. А, по ложечке? А я думала по икринке. Я тоже сначала думал по икринке. А потом думал, что там мало. А слишком. Ну, в общем, так, чтобы оно, знаете, вот прям, ну, где-то расстояние между укринками вот такое было. Вот такое. Ну, то есть, прям, наверное, пол ложечки с чайной. У меня ложечка. Я себе ложечку кладу. А я не могу ложку. У меня оно, фу, прям, приторно очень. Ну, короче, кто как, сколько кладет, ну, в принципе, нам хватает хорошо всем поесть. Еще остается. Мы иногда все наедимся, бутерброды. Все себе сделают, сколько захочут. Я еще пол баночки могу поставить. То есть, ну, все взяли, сколько хотели. Так что мы сильно насыщенно тоже не любим. Вот, для чесночной пасты, значит, сыр взяли. Это, так, давайте. Вот это Бори дали, когда он покупал, покупал. Сейчас у них, кстати, прикол такой. Пельмени в слатье. В слатье, в ленте, семена, да? А, это не семена, это просто. Семена, семена. Не, 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 мне кажется. А, рукола, да. И стаканчик из таблетки. Короче, дают, наверное, на определенную сумму, да, в покупке? Ну, да. По чеку дают, например, на 100-ка-то рублей. Одна, две, вот более три дали. Значит, на 500 рублей идет упаковка. На 500 рублей упаковка? Ну, я 1700, там что-то такое взял тут весь пакет. И в ленте тоже раздают семена. Но я не уверена, одного этого же дают или нет. Семена, вот здесь они не пишут. Ты открываешь, у тебя сюрприз, короче. Ну, давай посмотрим. У нас в прошлый раз давали капусту. Капуста в прошлый раз была. Брокколи. Здесь брокколи. Тоже капуста. Да, вот так вот, видите, клеят. Ну, короче, интересно, это лотерейка. Интересно, что получилось. Все-таки ты азартный игрок, тебе нельзя на биржу. Да, это же там брокколи. В этот раз брокколи, в общем, раздают. Там было белкачан, это брокколи. Вот, дальше, манка, ну, колбаска, которую мы обычно берем вязанку. Сейчас хотим пиццу делать, сейчас расскажу. Кушайте, это больше на пиццу у нас идет. Паучинка, макаронки, что у нас еще, конопля, семена, очищенные ядрышки. Не в том, чтобы подумали. Прихожу я в этот, в магазинчик, а там проверка идет. Не в самом магазине, а просто по рядам идут. Ты такой, коноплю ищу, да? Комиссия идет, там человек четыре с тетрадками, короче, что-то там ходят, рассматривают, пишут. Ну, может быть, инспекция, что-то соблюдается ли норма, все лимфарды, как дают, накладывают. А у меня этот продавец, мы давно знакомы, говорит, что изволим? Я говорю, конопли хочу, и так громко, они так разоборачиваются. Как они начали свияться. Говори, на для хлеба мне коноплю давай. Конопля всегда вызывает море улыбок и смеха, потому что все мы понимаем, у нас ассоциация конопля, это что-то такое, знаете, покурить, веселуха. А у нас ассоциация конопли, это хороший хлеб. Вкусный и полезный. С аминокислотами, да. Так, наконец-то, Боря купил перловку. Я сегодня просто взял себе перловку с котлетой и думаю, так, надо срочно записать. Я буду в ленте, нужно купить перловку. У нас же, это сам, мультиварка. Она такую перловую кашу сделает. Ее уже там готовят в термосе, тогда она такая рассыпчастая, хорошая. Он есть у меня мультиварка. А, в мультиварке, да, давай, где жемчужная. Жемчужная мы их любим, это. Но она вкусная и полезная. Очень полезная. Но она для меня твердоватая. Может быть, если в мультиварке я приготовлю с овощами или может так, так. Вот давай попробуем, внедрим кашу в семью. Она очень, очень крутая каша. Ну, попробуем. Значит, попкорн взял и дрожжи. Спросите, зачем дрожжи? Посмотрели самые лучшие дрожжи. Это сах момент. Я так по этому, по рейтингу набрала, пока Боря был в ленте. Говорю, купи несколько пакетиков дрожжей. Короче, я говорю, Боря, я вообще ничего не понимаю. У меня очень хорошо выходит выпечка на дрожжах. Понятно, что на закваске очень мало что получается, потому что это специфический продукт. Там нужно, я не знаю, прям закваска, закваски рознь. Мало кто печет на закваске. Рецептов мало таких, что и пасху можно выпить, да, куличи и все остальное. Я говорю, это что за безобразие? Мы на выходные, значит, не любим готовить. Мы покупаем уже готовую выпечку. Я говорю, ты понимаешь, а мы пиццу очень любим. Да, да, пицца очень вкусная. А мы свою готовим, все классно. Но мне тесто не нравится. Я перепробовала массу рецептов и тех, что зрители нам давали. И сама лазила в интернете. Пицца без дрожжей, это не та пицца. Вот она имеет такой вот, ну не то, но она такая суховатая, не пышная. В общем, все равно приятно пицца. У нас остаться какая, хорошее тесто, да, пышненькое такое, мягенькое, вкусное. И я говорю, Боря, какой вообще в чем прикол? Мы покупаем, переплачиваем за готовые продукции с теми же дрожжами. Я могу на выходные сама нам печь. Все равно мы едим эти дрожжи, да, когда покупаем ту продукцию. Или тот же белый хлеб, да, мы выпекаем, ой, покупаем в магазине. Когда не успеваешь спечь этот, Боря не успевает, а я не могу. Ну, то есть мне замешивать сложно. Там такая специфическая у нас рецепт на закваске, где нужна хорошая вот здесь сила. У меня хрустит, в общем, больные вот здесь. Ну, не больные суставы, но болезни. И у нас Боря готовит. И мне проще, чтобы мне миксер замесил тесто, я себе поразложила в духовку, он всплогся, белый хлеб, на дрожжах только. Я миксер не использую, потому что там потом его мыть. Но там миксер очень вязко. У меня своя специфика, у меня моется на раз-два кастрюля. Ну, там по своей технологии там. Я говорю, давай, говорю, то, что мы покупаем, я буду лучше готовить сама. То, что я не могу научиться выпекать на закваске. Те же булочки, пирожки какие-то. Ну, хочется и все. Поэтому я говорю, давай, берите дрожжи, да я буду готовить. Иногда, но буду готовить, вместо того, чтобы переплачивать 10 раз там и покупать. В общем, поэтому и колбаска для пиццы, и вот это все. Так, и что у нас? Значит, шампунь, а, с продукта все. С продукта все. Значит, шампуньки взяли. Там кто-то пишет, что Таня, смените шампунь, вам не подходит. Ребята, у нас жесткая вода. Мы дали задание папе, я уже заметила, но я так, ну мало ли что. Значит, мы, я когда была в Сочи, помыла голову в Сочи. Это было 2 года назад, 3 года назад. Какие? Вот, где-ка время были. Ты мылась в Сочи. Там я вообще другими шампунями мылась, я имею в виду своим. А нет. Ты этот брала? Ну, я что-то не обратила на это. Вот именно в этот раз не обратила внимания. А когда будет 3 года назад я мылась, голова совершенно другая. Волосы. Волосы. Аня приехала с Новосибирска на дня, говорит, мама, я поняла, говорит. Это из-за воды, говорит, такие волосы. Жестковатые такие вот, ну это. Она говорит, я в Новосибирске мою. Говорит, все хорошо. Здесь приехала, помыла, говорит, ну как нам сделать мягкую воду. Мы дали до Бори задание. На горячую воду у нас есть фильтр, который делает ее мягче. Не фильтр, а там специальная соль. Мы показывали, да, соль специальная, которая смягчает. А на холодную воду нету. Я говорю, ставь. Ставь, чтобы нормальные волосы были. Вот. Плюс я консультировалась с женщиной. Она специалист по волосам. Ну а парикмахер стрижет и консультирует людей по всему этому. Она говорит, дело не в шампуне. Шампунь, он просто смывает грязь. И шампунь подбирается под кожу, не под вид волос. Вот. То есть жирная кожа, нежирная кожа. Если, говорит, кожа нежирная, значит шампунь подходит. А состояние волос зависит от, получается, воды, от генетики. То есть тонкий волос, толстый волос. И от ухода за волосами. Так вот, уход за волосами, это не шампунь. Каким бы вы хорошим шампунем не мыли, как бы он вам не подходил, уход за волосами заключается не в шампуне. Шампунь это для смытья грязи. А именно в специальных вот этих средствах, спреях, разных масках и так далее. Поэтому Анюте будем подбирать то, что будет ей подходить. Потому что нужно пробовать. Вот стиль волос, может быть, одна не подходить. Там только десятка подойдет. Поэтому сейчас мы этим вопросом занялись. И, значит, гель для стирки купил. Это эко-гель. Я имею в виду без фосфата, вот этих всяких, чтобы не лимфийский был. И что у нас тут еще? Ну, как обычно, взяли дротаверин и бупрофен. Я хочу остановиться на этом поподробнее. Буду рекламировать отечественного производителя. Ты имеешь в виду пантенол? Нет. А, и дротаверин? Вот эти, да. Женщина говорит, так оно ж такое дешевое, дешевое. Вот это за все я отдал 93 рубля. Дротаверин, та же самая ножпа. И бупрофен, тот же самый нурофен. И вот этот и бупрофен, тот же самый нурофен. 200 миллиграмм, 400 миллиграмм. А в то время как столько? А вот это же, если брать ножпу и нурофен, то будет около 530 рублей. Да что ты такое говоришь? Одна упаковка нурофена, одна платинка. Двести чем-то. Двести пятьдесят чем-то. Двести, а, так я еще продешевил. Это было 500 только это, плюс ножка дорогая. А я с женщиной в аптеке говорю, так действующее же вещество. То же самое. Она говорит, да, просто что там производитель такой. А тут такой, говорю, буду поддерживать отечественного производителя. Она говорит, правильно, а смысл платить дороже за то же самое. Мы всегда так делали. Мы когда в Украине жили, первое, и вот сейчас в России живем. Первое, что мы делаем, когда приходим в аптеку. Вы заходите, говорите, дайте мне нурофен, ну или там средства, нурофен только отечественные. Или, например, дайте мне противовоспалительное средство какое-нибудь, да. Ну, к примеру, там, не знаю. Не дают самую дорогую цену. Или там от головной боли. И сразу добавляют, только не давайте мне зарубежного производителя. Отечественного. С тем же веществом. И вот они приносят. Это 400, а это 100. И вот сколько мы раз раз. Да, то же самое. Только там мы переплачиваем. Растаможка, доставка, компания, их цена, продажа. Вот это все у них же там дороже все. Поэтому действительно. И мы всегда сразу говорим, нам, пожалуйста, подешевле. С этим же веществом, только подешевле, отечественной. И в Украине, говорю, так делали, и здесь так делали. И с пантенолом, этот, как же это ее? Гигиеническая помада. Гигиеническая помада, да, более взял пять штук. У нас все ее пользуются. Заметили такую вещь. Пока жили в Украине, этим не страдали. Переехали сюда, у кого-то сушит кожу. Губы сразу у всех трепутся. Зимой особенно. Стена здесь суха. Непривыкшая кожа. Непривыкшая. Возможно, здесь вообще, в принципе, проблема такая у людей. Мы так не спрашивали особо, но мы все заметили, в Украине такой проблемы не было. Там очень властная, большущая. Просто даже зимой там в 70-60. Ну, как в Москве, вот примерно. А здесь прямо чувствуем, только приходит зима, все. Кожа сухая, губы сушит. Вот здесь у детей только выдохнуть, погулять. Они где-то раз слезнули, еще вот тут прям все такое красное. Поэтому раньше как-то без них жили. А вот здесь, в Сибири, без них все не живем. Это помада вот эта, георийская, чтобы смазывать состав. А пантенол, он же противовоспалительное. Декспантенол, витамин Е и масло ШИ. Вот в этой. А есть еще такая же, только Айевит. Там, где витамин А и Е. Тоже это ж, короче, ну, понятно. Для ежедневного ухода. Вот, все. На этом будем заканчивать. Во сколько мы вписались? Ну, примерно 20 минут. Победа, ура! Все, пока-пока, ребят. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok